Я хочу предупредить всех, что наркологическая служба под руководством Евгения Алексеевича Брюна и Елены Игоревны Сокольчик стала представлять социальную опасность для всего общества, для общества в целом, а не только для наших пациентов. На мой взгляд, на наших глазах из наркологии пытаются создать четвертую политическую власть. Профессор Брюн считает, что все проблемы зависимости относятся к разновидности самой популярной в нашей стране психической болезни, то есть шизофрении. Я прошу прощения у всех за то, что вынужден обсуждать медицинские темы. Когда с понятием вера у нас происходят вообще очень странные вещи, я думаю, у большинства людей сохраняется только одна старая советская религия. Это религия науки. Все убеждены, что если что-то говорит ученый, то он говорит это в интересах всего общества или вещает некоторую объективную истину. Но мы с вами все время забываем, что ученые тоже люди, и они тоже рвутся к большим деньгам и большой власти. И поэтому, увы, для того, чтобы жить в современном обществе, нам придется чуть-чуть разбираться и в вопросах медицины тоже, несмотря на то, что им очень хочется просто доверять. Сегодня этого уже не получится. Сегодня на полном серьезе обсуждаются, например, проблемы зависимости от компьютерных игр, зависимости от любви. Собственно говоря, я сижу в кабинете, который вы видите, уже 30 лет. Мне тоже можно поставить диагноз зависимости от работы, которую я люблю, от помещения, в котором я нахожусь, от зарплаты, которую я получаю. Уважаемые поклонники компьютерных игр, уважаемые программисты, не отрывающие свой взгляд от компьютеров. Проблема заключается в том, что если ваши родители или родственники сочтут ваши увлечения и занятия чем-то чрезвычайно странным, они могут обратиться к врачам-специалистам по зависимости. А эти врачи будут лечить вас от шизофрении. И вот об этом я сегодня хочу предупредить все общество. Я сейчас не буду долго останавливаться на проблемах зависимости и того, что это такое. Но поверьте, то, что в основе зависимости лежит вовсе не шизофрения, а психологические проблемы личности являются общепринятым взглядом ученых всему миру. За исключением гениального Евгения Алексеевича Брюна. Мы все сегодня практически лишены трибуны, поскольку, например, в Москве весь государственный бюджет, то есть практически все деньги, которые тратятся на наркологию, находятся в руках одного человека. Поэтому конференции проводятся им же и выступает на этих конференциях один Евгений Алексеевич и его сотрудники. Указом письменным, указом Департамента здравоохранения, врачам нашего Департамента запрещено давать интервью. Во всяком случае, интервью с телевидением требует согласование либо с Департаментом здравоохранения, либо с Евгением Алексеевичем Брюном лично. Знаете, что делает Евгений Алексеевич с теми интервью, которые мы с ним пытаемся согласовывать? Поступает очень просто. Он предлагает звонящей телевизионной бригаде, что интервью даст не тот человек, у которого интервью просили, а он, главный нарколог Москвы и России. И журналисты попадают в очень нехорошее положение. Действительно. Ну, наверное, все-таки лучше взять интервью у руководителя службы, чем у рядового врача. Поэтому, если вы обратили внимание, то на экранах нет никаких наркологов. Есть только один Евгений Алексеевич Брюн и временами главный врач его объединения Елена Игоревна Сокольчик. Нет-нет, это не обида. Это прямая попытка захвата власти. Конечно, неявной. Но я думаю, что скоро последует и явное усиление власти. Поскольку наш коллега, главный врач одного из наркологических диспансеров, Олег Владимирович Зыков, уступил по доброй воле Евгению Алексеевичу место в общественном совете Государственной Думы. И я думаю, что очень скоро Евгений Алексеевич будет пытаться баллотироваться из этого совета в Думу. Ну, это, конечно, мои мысли и предположения. Но, тем не менее, та ситуация, которая нагнетается в стране, вне всякого сомнения, нагнетается с политическими целями. Поскольку оправдать свою деятельность медицинской и лечебной работой никак не получается. К сожалению, и это еще далеко не вся беда. Дело в том, что в декабре входит в силу закон о диагностическом тестировании школьников на наркотические вещества. Уверяю вас, этот закон имеет ровно ту же цель. И пробит он был через Государственную Думу с одной единственной целью. Дать психиатрам, наркологам и лично Евгению Алексеевичу Брюну политическую власть над людьми. Первый этап тестирования школьников на наркотики называется социально-психологическим анкетированием. Я вам хочу сказать, что по данным международного опыта, в которых никто не сомневается, ибо используются они в слишком разных отраслях знания, такого рода тесты и анкеты в принципе не могут давать вероятность более 60%. А если учесть, что те анкеты, которые предлагаются сегодня в школе, не выдерживают никакой критики, то наиболее вероятно, что это тестирование будет давать результаты 50 на 50. То есть как хочет специалист, тестирующий, так может и трактовать. А все материалы, все результаты этого тестирования будут передаваться в наркологическую службу. А наркологическая служба будет пытаться немедленно заниматься профилактикой. То есть, согласно теориям Евгения Алексеевича Брюна, опять будет лечить вас от шизофрении. Опять будет лечить ваших детей от шизофрении. Почему? Давайте я скажу еще раз. Ну, потому что так проще. Потому что в этом случае врач с умным видом может отделаться назначением таблеток. А во всех остальных случаях он должен учиться тому, чего не умеют родители. Психологической работе с детьми, подростками. Это очень сложно. Ну, правда. Наши врачи этому никогда не учились. Никто и никогда от них этого не требовал. Подавляющее большинство врачей и наркологов сегодня умеют замечательно назначать таблетки. И таблетки эти будут психотропными. Второй этап психологического тестирования школьников на наркотики – это иммунохимическое тестирование. Вот у меня в руках методичка, посвященная этому тестированию. Открываем ее и читаем. Совершенно официально и абсолютно правильно в общем написано. Пункт 7.1. Положительный результат тестирования может быть вызван иными причинами, нежели немедицинский прием наркотических препаратов. Основными ошибками интерпретации результатов является неполный сбор информации по приему лекарств, прописанных врачом или безрецептурного отпуска, а также контроля биологически активных добавок, используемых для контроля за весом. Учтите, пожалуйста, худеющие, вы ведь тоже попадаете в число зависимых, а стало быть в группу шизофрении. Правда-правда, я совершенно не шучу. Так, продолжаю я читать, применение некоторых седативных препаратов, антидепрессантов и антибиотиков может дать положительный результат во время тестирования. Аутоиммунные заболевания, недавно перенесенные тяжелые инфекции, недавно сделанные прививки могут вызывать повышение уровня антител к исследуемым веществам и дать ложноположительный результат. Не следует проводить исследование, слушайтесь только, у женщин в период менструации и во время беременности возможен ложноположительный результат. Состояние иммунодефицита характеризуется снижением уровня антител в крови и при этом вероятен ложноположительный результат. Следует учесть, что психоактивные вещества могут употребляться не только намеренно в целях получения удовольствия. Аналоги психоактивных веществ могут входить в различные субстанции, которые не принято называть наркотическими. Например, в курительные смеси при курении кальяна, иногда в алкогольные напитки в ночных клубах, энергетические напитки, пищевые добавки, добавки для спортсмена. В этих случаях обследуемый может даже не подозревать о возможном положительном результате теста. Простите меня за столь большую цитату, но в конечном итоге получается, что практически все в той же половине обследований сам обследуемый ребенок или взрослый может даже не подозревать о том, какие именно химические вещества он принимал. Но мы же не можем следить за теми лекарствами, которые нам написывают врачи, за теми биологическими добавками, которые рекламируются ежеминутно на экране телевизора. Мы не можем лишить мужчин и женщин право худеть. Однако, вы должны понимать, что стоит вам попасть под подозрение, и вы будете вынуждены бегать с бумажками по инстанциям, доказывая, что вы не верблюд. А это всегда очень непростое дело. Поэтому, если вы принимаете какие угодно лекарства, занимаетесь спортом, худеете. Если ваши дети болели какими-либо инфекционными заболеваниями, пьют чай с биологически активными добавками, я уже не говорю, боже, меня упаси, пропорение кальяна, которое продается на каждом шагу. Отказываетесь от экспертизы. Это может стать смертельно опасным и испортить всю вашу жизнь. Разумеется, все, что я могу сказать про псевдонаучные безобразия, связанные с экспертизой, связанные с тестированием для выявления потребителей психоактивных веществ, сегодня в еще большей степени относятся ко всем процессам наркологического лечения. Вообще-то, и каждый это знает, любой политик перестает быть политиком, когда беда связана с его ребенком, а решает отправлять выписку в диспансер или не отправлять, вовсе не врач, который будет лечить больного, а Евгений Алексеевич Брюн лично. Больные потеряли доверие к наркологии, и сегодня я все больше прихожу к выводу, что это абсолютно верно. Клиника, которой руководит Евгений Алексеевич Брюн, Елена Игоревна Сокольчик, бывшая 19-я наркологическая больница, а теперь основная база Московского научно-практического центра наркологии на Люблинской улице, пустует уже много лет. В отделениях лежат по 8, 10, 12 человек. Речь не идет о выполнении государственного плана. Речь идет о том, что больница стоит пустой на две трети. Правда, надо сказать вам, что абсолютно никого это не интересует. Но прошу всех пациентов, и в первую очередь тех, кто обращается в головную организацию МНПЦ наркологии на Люблинской улице, учесть следующее. Пациентам запрещены реабилитационные прогулки и отпуска, которые предусмотрены и разрешены актами Минздрава и Департамента здравоохранения города Москвы. Пациентам запрещено иметь на руках во время пребывания в больницах мобильные телефоны, а телефоны и автоматы сняты или отключены. Пациент имеет право вести разговор по телефону один раз в день, да и то исключительно в присутствии лечащего врача. В больнице запрещено пользоваться сетью интернет, причем запрещено пользоваться сетью интернет как пациентам, так и врачам. Только у администрации остался государственный доступ в сеть. В больницах МНПЦ наркологии оказались под запретом все формы социальной, культурной и трудовой реабилитации больных, поскольку все они связаны с выходом за пределы территории больницы. Ну скажите, пожалуйста, ну какие наркоманы, которые по большей части чувствуют себя избалованными, да и вообще какой человек придет лечиться 28 дней в такого рода учреждениях? Ведь все же еще хуже, чем в тюрьме, по той простой причине, что в тюрьмах сегодня разрешены и мобильные телефоны, и компьютеры, и связь с сетью интернет. По всей видимости, именно так Евгений Алексеевич Брюн и Елена Игоревна Сокольчик понимают модернизацию здравоохранения, ну хотя бы в одной отдельно взятой нашей области. По всей видимости, при молчаливом согласии Департамента здравоохранения города Москвы им разрешено разрушать наркологическую службу с тем, чтобы наши больные, наркоманы и алкоголики оказались на улицах города. Сам Евгений Алексеевич Брюн на сайте Министерства здравоохранения, вы можете посмотреть этот замечательный ролик, утверждает, что социальная реабилитация это адаптация человека к обществу и культуре, и он, несомненно, прав. Однако, в его собственном центре больным нельзя выходить в общество и общаться с культурой, поскольку, не дай бог, кто-нибудь узнает или поймет, что слова Евгения Алексеевича никогда не совпадали с его делами. Ведь слова имеют политический вес, а дела могут очень сильно его скомпрометировать. Ну вот, например, это область моей профессиональной деятельности. В наших больницах практически разрушены все реабилитационные программы. Единственной реабилитационной программой, которая имеет право на жизнь, является реабилитационная программа Елены Игоревны Сокольчик, которая, собственно говоря, представляет некоторую вариацию 12-шаговой программы общества анонимных алкоголиков и наркоманов. Елена Игоревна Сокольчик и Московский научно-практический центр наркологии не имеют лицензии американского подготовительного центра на проведение такой программы. Они создали оригинальную русскую программу реабилитации по 12 шагам. Оригинальность русской программы, как всегда, заключается в двух вещах. Во-первых, в воровстве, потому что в случае отсутствия лицензий само руководство по выполнению этой программы американским центром считается украденным. Ну, кто же и когда из наших специалистов стеснялся откровенно воровать идеи у американцев и выдавать их за свои? В общем, это принятая вещь в той самой науке, в которой мы так гордимся. Но мало того, особенно замечательной особенностью 12-шаговой программы Московского научно-практического центра наркологии является тот факт, что ее оригинальность заключается только в одном. Больные во время всего прохождения этой программы получают все те же нейролептики. То есть фактически лечатся они не от алкоголизма и не от наркомании, а от шизофрении. Кто сомневается, откройте инструкцию к любому нейролептику и почитайте. В том числе и обратите внимание на побочные последствия, которые они дают. Эта программа не просто психологическая. Это программа, участие в которых врачей и профессиональных психологов не допускается. В этой программе сами больные работают друг с другом. И поэтому внедрить ее в государственную бюджетную клинику в принципе невозможно. Это воровство и искажение программ. Кроме всего прочего, я не хочу задевать вполне работающую двенадцатишаговую программу сами и самого общества анонимных алкоголиков. И тем не менее, в сущности, двенадцатишаговая программа самого общества анонимных алкоголиков работает на сугубо сектантском механизме. В основе, собственно говоря, две главных истины. И не волнуйтесь, я не буду ее рассказывать подробно. Истина первая. Мы все верим в неведомого Бога. Все равно в какого. Человек принципиально любой религии может принять участие в этой программе. Второе. Мы являемся неизлечимыми больными. И поэтому не можем не пить нигде, кроме самого общества анонимных алкоголиков. Только здесь у нас есть свои люди, которые могут нас понять и которые могут побочь нам справиться с пьянством. Все остальные люди, находящиеся вне общества анонимных алкоголиков, в определенном смысле, конечно, в определенном смысле враги. Враги лишь потому, что могут соблазнить нас на пьянство и употребление наркотиков. Конечно, это не механизм тоталитарной секты. Но тем не менее, это механизм того, что в нашей стране исследователи религиоведы называют сектами. И вы, опять же, можете поинтересоваться специальной литературой на эту тему. И я вынужден предупредить то небольшое количество людей, которые мне доверяют. Если вашим детям по поводу какой-либо зависимости от наркотиков ли, от ненаркотических психоактивных веществ, или от чего-то другого, предложат пройти реабилитационную программу, поинтересуйтесь, не по методике ли Елена Игоревна Сокольчик собирается работать эта программа, и не будут ли получать ваши дети и ваши родственники во время прохождения реабилитационной программы нейролептиков. Дело в том, что мне даже стыдно, честно говоря, говорить, поскольку во всем мире известно, либо психологическая или психотерапевтическая помощь, либо нейролептики. Нейролептики действуют, нейролептики, любые психоактивные препараты действуют куда мощнее, чем учение, чем внушение врача. Поэтому я объясню вам, что происходит в так называемой реабилитационной программе Сокольчик. В ней больным предлагается альтернативная наркомания. Они с неразрешенных химических психоактивных веществ переводятся на разрешенные психоактивные вещества, пользуясь все тем же мнением Брюна о том, что все это и шизофрения. Поэтому учтите, пожалуйста, теперь вы должны научиться разбираться. В нашей стране в закон входят реабилитационные программы, которые могут покалечить наших детей и покалечить очень серьезно. Вообще, я не удержусь и добавлю, это просто фантастическая вещь, потому что Елена Игоревна Сокольчик докладывала о фантастической эффективности своей реабилитационной программы на недавней конференции вирусологов. Почему вирусологов, не спрашивайте, я не знаю. На них, на эту конференцию насильно, в приказном порядке направлялись все врачи наркологических больниц, поэтому в общем, мне не очень понятно, что происходило. Но суть ситуации не в этом. Суть ситуации заключается в том, что все выводы сделаны на 24 пациентах, 19 мужчинах и 5 женщинах. Как, видимо, случайно оговорилась Елена Игоревна, это те пациенты, которые прошли ее программу в наркологической больнице номер 19, в бывшей, теперь в центре МНПЦ наркологии на Люблинской улице. И это означает, что в реабилитационном, государственном, бюджетном отделении этой больницы за год лежало всего 24 человека. Ну, не стоит говорить тем, кто интересуется наукой, что это вообще не цифра, никакой валидности на таком количестве пациентов добиться нельзя. Я хочу сказать главное, я хочу сказать, что и здесь снова обман. Простой, примитивный обман, подтасовка фактов. И чем больше я слышу этих обманов, тем больше вынужден вас предупредить. В наркологию опасно обращаться. Ваши дети окажутся в изоляции, ваших детей будут кормить психотропными препаратами, которые им не показаны. Сегодня главный врач МНПЦ наркологии Елена Игоревна Сокольчик активно, в приказном порядке, используя административный ресурс, навязывает всем клиникам, входящим в состав Московского научно-практического центра наркологии, использование препарата Вивитрол стоимостью около 30 тысяч рублей, обратите внимание, за одну ампулу. Нет-нет, для больных в нашем центре эти уколы абсолютно бесплатны. Я сейчас не про это. Я сейчас про то, что Вивитрол, который объявлен Евгением Алексеевичем и Еленой Игоревной волшебной палочкой, на самом деле является хорошим опийным антагонистом пролонгированного действия. Этот препарат нужен для поддержания ремиссии, то есть для отказа от приема наркотиков у опийных наркоманов. И никаких сомнений у меня в этом нет. Проблема в том, что нам сегодня приказывают в принудительном порядке назначать Вивитрол и алкоголикам, и токсикоманам, и курильщикам марихуаны, и курильщикам курительных смесей, словом, всем подряд, к чему нет никаких показаний. Ну, я думаю, что все наши зрители, которые доверяют мне, которые не доверяют, понимают, почему это происходит. Это происходит потому, что даже если законные один или три процента, которые получат за это Елена Игоревна, Евгений Алексеевич или их представители, составляют колоссальную сумму, особенно если это происходит по всей стране. Уже сейчас, правда, только по сарафанному радио, то есть мы только-только начинаем получать первые звонки из бывших наркологических диспансеров. О том, что как раз у пациентов, страдающих зависимостью от алкоголя, особенно у пожилых и немолодых, Вивитрол начинает давать при втором-третьем введении очень неприятные последствия, тяжелую аллергическую реакцию, вплоть до анафилактического шока. Проблема в том, что препарат этот очень мало исследован в науке. Если вы откроете инструкцию к препарату Вивитрол, то вы увидите, что огромное количество статей в нем заканчивается словами «не исследован». Не исследован эффект препарата Вивитрол у пожилых людей, не исследован эффект препарата Вивитрол у детей, у беременных женщин, у больных с печеночной патологией, у больных с почечной патологией. Я не знаю, удалось ли вам досмотреть это длинное медицинское сообщение. Возможно, последнее для меня до конца. Но я хочу сказать, уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, ну правда, что ли, приказы господ Брюна и Сокольчик для вас важнее собственной врачебной совести? Скажите мне, пожалуйста, уважаемые коллеги. Сегодня наша с вами зарплата снизилась в среднем на 3-4 тысячи у каждого человека. Вы правда хотите дать возможность администрации МНПЦ, наркологии зарабатывать те бешеные деньги, которые они зарабатывают на препарате? Вы уверены, что вам стоит давать возможность этих бешеных денег людям, которые у вас деньги украли? Я хочу сказать, может быть, обнищание нашей службы и нас лично. Все то, что делается в реальности, а не на бумаге. Отсутствие снабжения, необходимость покупать картриджи для компьютеров и даже бумагу с карандашами за свои собственные деньги, запрет на общение в сети интернет. Может быть, все это чему-то нас научит? Может быть, не стоит бояться увольнения, которым врачам постоянно грозит Елена Игоревна Сокольчика и Евгений Алексеевич Брюн. Ну, в Москве, в Москве. Зарплата наша находится где-то на уровне 20-19 тысяч рублей. Вы знаете, это 4-5 приемов частного специалиста. Может быть, с нашей квалификацией нам стоит перестать дрожать? Ради чего дрожим-то? Я даже не уверен, что пенсию в результате всех слияний, разлияний клиник и диспансеров нам с вами посчитают правильно. Может быть, совесть все-таки дороже? В конце 19 века Лев Николаевич Толстой писал, в обществе безнравственности наука стоит на стороне власти, и она занята исключительно поддержанием статус-кво прежнего положения вещей. Между прочим, в том же самом конце 19 века земские врачи были вынуждены составить самую активную политическую часть населения. Наверное, не было той области политики, на которую не влияли бы врачи. Почему? То потому что они тогда, не сейчас, не в наше время были заняты только одним. Им нужно было как-то помочь своим пациентам. Мы все больше и больше собрасываем эту самую идею помощи пациентам как главная в нашей жизни. То, что сейчас происходит, не соответствует никаким законам. Является незаметной для общества политической провокацией. не бойтесь поднимать свои голоса. Ведь нам с вами уже абсолютно нечего терять. Ну, как говорили еще совсем недавно, кроме своих цепей. нечего терять. а в